При в чё дел? Сегодня мы продолжим тему музыкальных челленджей, так как всем вроде понравилось в прошлый раз, а вроде бы и нет. Многие написали про то, что есть же ещё один челлендж, написать музыку за один час, при этом не слыша её. И, кстати, да, мне тоже передавали этот челлендж ребята западного ютуба, как оказалось, поэтому, ну, надо принять вызов, надо принять вызов, в конце концов. Кому будем передавать челлендж? Ну, я думаю, Ваганыч, он классный парень, а я Роб Скеллан, врать не стану и говна не посоветую. Короче, суть челленджа такова. Берём секвенсор на компьютере, какой-нибудь, вот у меня Cubase в данном случае, выключаем звук и за час пишем какую-нибудь музыку. Плюс в том, что не надо будет петь. Ну, а минус в том, что конкретно для меня, что у меня, скорее всего, ничего не получится внятного. Хотя, кто знает, попробовать стоит. Просто тут в чём дело? Этот челлендж, он как бы легче для тех, кто музыкально образован хорошо. То есть, у кого развито там предслышание, интонирование, сольфеджио и что там ещё бывает, не знаю. Ну, в общем, кто много уже сочинял, тот, в принципе, знает, куда какую ноту нажимать, чтобы хорошо звучало. У меня с этим не такой богатый опыт, поэтому, с одной стороны, интересно, что у меня получится. С другой стороны, конечно, понятно, что если посадить там кого-нибудь с музыкальным образованием, точнее музыкально образованного, то у него получится всё гораздо мелодичнее и провереннее. Но в этом же и весь интерес, в конце концов. Кстати, если вы хотите такую футболку, как видите, у нас появился мерч, то переходите в паблик и там должны быть какие-то товары в паблике или что-то такое. Короче, я всё сделаю, переходите и приобретайте, если вы хотите. Классно, да? Это спонсор сегодняшнего выпуска. Итак, час, засекаю час, как обычно, и пишем музон. Что получится, узнаем через час. Погнали! Во-первых, хочу выставить темп 140, чтобы было пободрее, побыстрее и всё такое. Но 140 BPM, все мы это знаем. Теперь надо добавить ударные. Я думаю, сначала пропишу ударные и выберем какой-нибудь стандартный кубейзовский вот этот грувер-агент. Я не знаю, что это. Но дело в том, что там есть, кроме банков живых инструментов, живых барабанов, там должны быть банки каких-нибудь типа приэлектроненных. Вот, не знаю. Банк называется Drum'n'Bass, подойдёт. Короче, я немного счастливу, потому что я помню, что здесь у нас на клавишах бочка, а здесь малый барабан. А остальное я, честно, не помню. Тут какие-то, по-моему, хай-хеты, здесь напольные тома и навесные. Но не суть. Давайте какой-нибудь ритмический рисунок зафигачим. Не знаю, не знаю. Пусть будет как-нибудь так. Отлично, отлично. Добавляем какой-нибудь инструмент. Проблема в том, что я недавно перешёл на кубейз. И там я до этого во фрути лупсе писал, да, как все нормальные люди. И я не помню, как тут даже инструменты звучать. То есть во фрути лупсе я уже примерно выучил, что как звучит, по названиям и так далее. А здесь я понятия не имею. Будем ориентироваться, ну, не знаю, на что. Не знаю, вот какой-то первый синт. Попавшийся, встроенный. Возьмём. Low-Fi-Hore. Отлично. Не знаю, что это. И, ну, надо как-то не выпендриваться и по-простому, чтобы не промахнуться, чтобы не получилось сильно диссонирующее. Диссонирующее. Такой аккорд мне нравится. Начнём с него. Фух, не знаю. Должно быть нормально. Должно быть, должно всё сходиться. Так, ну, допустим, у нас вступают пэды, потом в дело идут барабосы. Пэды херачат и херачат, херачат и херачат. Барабосы тоже херачат. И надо добавить басы, я думаю. Клаб-бас. Отлично, мне кажется. Ну, басы тупо по аккордам пропишем, чтобы не рисковать. Отлично. Бас готов. Бас будет у нас просто херачить. Вот так вот. Давайте ещё какой-нибудь синт возьмём. Не знаю, спектр. Отлично подойдёт. Gothic. Во. Называется Gothic. То, что надо, я думаю. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не знаю. Пусть будет такая мелодическая линия. Но не мелодическая линия, не знаю, что это будет. Отлично, отлично. Надо ещё что-нибудь добавить. Каких-нибудь высоких, высоких частот. Наугад что-нибудь выберем. Ебон. Ебон, по-моему, то что надо. Ебон вступает у нас в бой вот здесь где-нибудь. Пусть будет такая пищалка, я не знаю, как это будет звучать. Но я стараюсь держаться в пределах нужных нот. Дальше можно это как-то комбинировать. То есть вот у нас начинаются пады, потом вступают барабаны. Потом надо сделать ещё. Ещё барабаны. Начинается пищалка. И, короче, всё играет вместе. Потом должны быть паузы. Я думаю, и на паузе мы оставим барабаны и басы. Потом надо, чтобы это не был просто какой-то лук на 2 минуты из одних и тех же частей, добавим ещё какую-нибудь часть, да? Рискнём, рискнём. В конце концов, время ещё есть. Гитар и бас эффекты. Отлично. Эффекты, значит, и будут. Какую-нибудь хрень здесь нарисуем. И наложим на это много ревера и хоруса или что-нибудь такое. Может получиться прикольно. Хотя я обещал. А, ладно. Давайте натыкаем что-нибудь наугад, но в пределах нужных нот. Прохреначиваем наши охерительные музыкальные эффекты. И давайте ещё на барабаны закинем дисторшн. В общем, я тут что-то сделал. Уже на полторы минуты трек. И я думаю, мы закончим челлендж раньше, потому что я боюсь, что если буду тут что-то надстраивать ещё больше, я уйду в ещё большую какафонию, да? Как я сейчас ушёл в ещё большую тавтологию. Чтобы окончательно всё не испортить, и я надеюсь, что там есть хоть что-то, что можно послушать. Останавливаю челлендж, то есть я справился, ну, чуть больше, чем за полчаса. Давайте выведем этот трек и заценим. Но заценивать мы его будем не просто так, а я придумал прикольный способ, как можно записать мою реакцию на это. Давайте. Итак, я решил не просто, типа, послушать свою песню и снять свою реакцию. Я решил сыграть в эту музыку в аудиосёрф с этой музыкой. Аудиосёрф — такая игра, где ты загружаешь песню. Из песни, исходя из её динамики, игра делает трассу, по которой ты едешь на машинке. И довольно прикольно. Я, правда, последний раз играл в универе, так что я, наверное, сыграю не очень хорошо. Но мне показалось, что это забавная идея. Ну да, и в игре написано, что тут видеоряд, он как бы опасен для тех, у кого приступы эпилепсии. Поэтому, если у вас бывают приступы эпилепсии, то лучше послушайте без видеоряда. Итак, я нажимаю «Играть». Я выберу средний уровень сложности. Мона. За остальных я просто даже не помню, как играть. И вот я выбираю песню. И получилась вот такая трасса. Нихера себе. Почти всё на спуск. Это значит, что песня очень динамичная. Давайте звуковые эффекты отключим, да, чтобы нам не уменьшало. Мне страшно. Ну давайте, давайте посмотрим, что будет. Играть. Хе-хе. Пока не очень плохо. Барабаны слишком громкие получились. Но ударные очаг и бойные. Играть. Играет музыка Нихера себе, как резко закончилось У каждой песни своя таблица рекордов Да, наверное, я первый Вот лучшие результаты для этой песни Хотите попробовать их превзойти? Подключайтесь Отстань Я, наверное, мировой чемпион по этой песне Потому что я только что ее написал Блин, на эти не так уж плохо Не так уж плохо Я думал, будет гораздо хуже Но обидно, что не слышно, нихера Ну вот так получилось Аудиоверсию я выложу вконтакт В группу на следующий день после выхода видео А на патреоне выкладывается в тот же день В день выхода видео Так что, если хотите поддержать меня на патреоне Поддержите И спасибо тем, кто уже поддержал И, возможно, вы хотите меня поддержать Тем, купив мой мерч Вот, мою футболочку Мы не обязаны терпеть Но не хотите, ничего не покупайте Никуда, это я не заставляю В общем, спасибо, что посмотрели Принимайте челлендж, кто хочет Присылайте, не знаю, ко мне в группу Если вы приняли челлендж И сделали видео Мы опубликуем Если у вас там все по-честному Спасибо Спасибо за просмотр И пока Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok